так все запись включена просто такой пример даже не внутри какой-то программы а просто откроем питон работает одинаково во втором и третьем то есть представим у меня есть лист вот ну неважно просто лист состоящий из каких-то цифр что произойдет если я сделаю а умножить на 2 будут предположения что может случиться данной ситуации вот случится на самом деле что-то не очень хорошее он удвоит лист сам на себя то есть а процедуры типа а плюс 2 вообще будут не выполнить то есть если я сделаю импорт harry в нем есть команда ары точка ары то есть он может превратить любой итерируемый объект с цифрами в аре единственное что нужно будет указать тип данных то есть и лин который я вот указал здесь он идет на страницу где есть таблица где есть type codes и нам случае мы хотим использовать скорее всего обычный или флоу цель интеджерс вот и тогда я могу сделать так предположим что у тебя уравняется рэй . рэй сначала указывается тип например флот а потом указывается что превращать теперь кью это у меня ары и ведет он себя по-другому до силу умножены на 2 одну паэр и делает это дело по-другому но пока не мере то есть питоновский это не работает попробуем chrome numpy port рэй но тут вот такое хитрость изникает ары я уже использовал если я сделаю эту команду то я перебью уже существующие рэй поэтому я могу импортировать его с как да и предположим что у меня теперь w равняется на то ар вот а тип тут указывать не надо хотя есть такая возможность надо импортировать это type и там указывает это тайп равняется флоут равняется нитеджер при импортировке в данном случае у меня вот получилось такое дело и ведет она теперь уже вот попробуем еще раз то же самое умножить на 2 все значения умножились на 2 плюс 2 ко всем значения прибавилось 2 вот то есть вот такие вот разницы нужно помнить и знать что numpy array ведет себя как array во множестве других языков в то время как питоновский array встроенный которого это array.array он всего лишь тот же лист которому добавлен тип тем не менее это то что часто нужно руту и вполне достаточно нам это пока теперь не нужно вот значит from array import array as r вот что нам еще надо from as import это пригодится в любом случае ну вот потому что аргумент при запуске программы мы так или иначе будем использовать чтобы получать какие-то данные в дальнейшем теперь следующее краткое такое замечание ну то есть не замечание опять же вернувшись в питон в данном случае я должен перейти в третий питон поскольку у меня рута под линуксом нету для второго опять же разница в коде будет невелика в данном случае начинается она очень просто импортируем рут вот если у кого еще рут не импортируется дайте знать и в понедельник мы это дело разберем или как нибудь отдельно вот сегодня меня на работе дела я должен буду ровно в 11 уйти так это первый раз занимает какое-то время поэтому импортировать рут стоит только там в коде где он реально нужен если вы не хотите ждать запуска программы если же запуск программы это как раз то место где ждать можно да лучше инициализировать его в начале вот теперь что у нас есть в руте само собой есть root manual эта вещь много соц страниц читать его ну вот именно читать его вещь довольно бесполезно как-то google поиск того что нужно сделать и заодно потом обращение к мануалу к нужной странице к описанию функции это уже конечно полезно то есть нужно знать как работает конструктор тех или иных команд опять же конструктор си плюс плюс 0 я как-то показывал синтакси плюс плюсе в руте он обращается берем любую переменную и и говорим не следующее то есть это рот поскольку я не импортировал из рута что-то это будет просто все команды начинаться с рута и начнем самого простого начнем с гистограмм то есть нужно обратиться к внутреннему классу рута и дать ему конструктор для создания гистограмм гистограмм существует несколько в руке то есть ты это внутренний класс и что-то гистограмма в данном случае и есть варианты одномерная состоящий из флот набор с пинда джерс из даблс есть вариант двухмерная состоящая из интеджерс флот и даблс вот начнем с одномерной состоящей из флот как более такая универсальная опять же если цифры данные изначально это дирс то лучше использовать интеджерс поскольку тогда есть меньше проблем сбили вот если мы используем флот то надо иметь ввиду что бина не всегда могут идеально попадает туда куда нужно если данные тем не менее интеджерс то есть маленький трюк которым можно с этим работать ходить число бинов задается в час конструкторе но есть два универсальных бина один из них обычно 0 или даже минус 1 туда идет оверфлоу и андерфлоу то есть цифры которые не поместились в диапазон вашей гистограммы вот теперь то есть основные бины они начинаются с первых это немного нестандартно в том плане что в основном вещи считаются с нуля вот а здесь конкретно бина начинается с первым то есть сначала задается ему кайтом потом идет системное имя опять же то как его вызвать системе в питоне это практически не используется но например если гистограмма сохранена файл рутовский то он будет отображаться под этим именем поэтому я часто даю оба этих имени одинаковых чтобы потом не путаться потом число бинов например скажем 20 бинов к примеру и теперь я могу задать такую интересную вещь я могу сказать что хочу от минус 0 5 то здесь я сделаю до 19 половиной вообще это только не интересно сделаем это 20 с половиной и общее число бинов будет 21 то есть таким образом целые числа будут в середине бина если у меня данные интеджерс тогда они точно попадают в конкретно свой бин если я разобью например это от 0 до 20 на 20 бинов то за счет floating point error у меня какие-то интеджерс могут попасть выше или ниже вот вот это вот тот трюк который используется если почему-то нужно создавать именно печь в она или если например вы не уверены какие данные пришли они все интеджерс не все им образом можно избежать каких-то проблем точка запятой не нужно это питон хотя можно ее использовать тогда можно несколько команд поместить на одну строку теперь предположим то есть данном случае тип данных не имеет значения то есть это ли старые что-то еще если у меня что-то есть например тот же а равняется но и не то чтобы создаю здесь какие-то данные но предположим у нас вот получились какие-то данные то можно сказать форта и и а и команда основная которую мы хотим она называется фил на то есть заполнить заполнить данную гистограмму этими данными производ у нас будет быстрый лук который пройдется по имеющемуся листу даст эти цифры гистограмме и она сама их поместит куда следует цифры которые она напечатала если запускайте скрипта этого не будет если поставить точку запятой в конце этого не будет но это выдается те бины в которые поместилось данные принесли за эти данные вот здесь мы сейчас возьмем и дро то мы получим результат также для особых случаев имеются возможности того что можно сказать фил использовать по-другому опять же вот это немножко команда меняется между разными версиями рута и между windows и linux как я это заметил поэтому ее стоит протестировать прежде чем использовать но один из вариантов которые можно использовать можно сказать что добавить например туда цифру 17 5 раз вот я пошло 18 бен если я нарисую это еще раз там увидел как она выросла здесь почему-то изменился тип рисовки данных это уже какой-то глюк в той версии который я использую опять же менять это все можно если пойти view эдитар и посмотреть на что это похоже то есть кликнуть на сами выглядит правильно а тут почему-то выглядит неправильно а ну вот странно она вернулась назад то есть почему-то он решил что надо бы выглядеть по-другому опять же из меню можно получить доступ к разным функциям например частности можно убрать либо всему можно убрать все и получилось очень интересная вещь у нас неожиданно умер питон полностью но тем не менее поэтому хватит с ним тогда играться вот предположим что мы импортируем какие-то данные то есть прежде чем создать инстаграму нужно иметь данные которые в нее поместить теперь основные две вещи которые используются из рута да то сделать сюда поставлю комментарий это будет вот эта гистограмма 1f или а или что-то такое и гистограмма она может служить контейнером данных то есть у меня есть какие-то данные я их по сути читаю откуда-то или стримы и что-то и сразу же заполняю гистограмм и получается что гистограмма у меня как бы хранитель данных с другой стороны есть еще т граф есть еще очень полезная т граф особенно последний полезен тем что у него правильно учитываются не только по оси ординат ну по вай аксесс а по вертикальной оси ошибки на и по горизонтально при подгонке функции похожих действиях это то что не делает наверное 99 процентов всех других фитеров то есть я обращал внимание что хитр и и того же numpy и математики и маткада ну как кого какие любимые программы java analysis studio они или по умолчанию или вообще нет такой возможности использовать x-axis error bars то есть подгонка функции особенно х квадрат на степени свободы да она всегда зависит только от вертикальных но здесь она имплементирована правильно и зависит от и вертикальных и горизонтальных но я думаю вернусь терминал чисто для показания синтакса как это работает то есть теперь мы пытаемся создать например то граф это граф имеет себе то есть его конструктор расследующие root . граф и теперь ему надо сказать очень интересные вещи надо сказать сколько точек в нем должно быть надо дать ему какие-то x данные и уайта дать это надо при создании конструктора есть другие варианты можно создать его просто пустым а можно создать с числом точек который должен то есть за счет этого получается не пустым нельзя создать только вот число точек которые машины за счет этого получается что то граф это граф и риф steve не может быть именно контейнером данных то есть чтобы воссоздать по сути нужно знать уже все свои данные надо уже знать сколько точек какие они будут на все это все заполняется отдельными команд или уже потом графическом интерфейсе вот так что предположим я хочу это создать и вот здесь вот нам нужен арейн интересно это возникла интересная ситуация похоже что команда рей и рот на моем компьютере плохо себя ведут поэтому я воспользуюсь превосходно что случилось окей так это работает наоборот почему-то не хочет опять же это linux скорее всего что случилось root у меня живет уже какое-то время за это время было несколько обновлений linux а если были какие-то серьезные обновления ядра или gcc это означает что root следует перекомпилировать ну или в моем случае видимо сгрузить новую версию скомпилировать его в новом компиляторе возникают ошибки те ошибки которые мы видели скорее всего происходит из-за конфликта новой версии gcc библиотек c++ установленных и собственно тех в которых я компилировал эту инсталляцию root а под windows благо таких проблем не возникает опять же если вы компилировали это самостоятельно то это сильно зависит от visual studio от версии которого стоит если вы хотите импортировать библиотеки то же самое нет проблема скорее всего в том что ты аппликейшн это отвечаю на вопросы с чатом как-то неправильно скомпилировал все то есть или ему не хватало какой-то библиотеки или терминал какой-то неправильного хочет x11 терминал установлены библиотеки x11 опять же еще зависит сильно от версии linux под которой это было сделано вот если рут импортируется то есть было сделано source без рут . ш и какие-то команды или что-то работает собственно под питоном то это означает что все переменные были установлены и установлены скорее всего правильно то есть ошибка была при компиляции которая тем не менее он решил что не серьезное не вылетел но при этом получается что запустить это невозможно а под windows 10 если установлены опять же вот root sys и python pass правильно то других переменных там среды не должно быть возможно не хватает этого runtime redistributable то есть зависимости от установленной версии рута нужно чтобы системе был соответствующие виси ранта runtime redistributable то есть этой версии для которой был скомпилирован данный рут обычно когда файл загружаешь он имеет в себе концовку имени как виси visual studio и версия в который он был скомпилирован 10 12 13 15 16 и если нужно просто сгрузить следующую речь то вижу studio то был соответствие той версии рута в которой это было сделано то есть windows 10 не все они поддерживаются и как правило просто по счастью пользователей те кто ставили разные офисы разные другие приложения так или иначе виды был существует а видимо вот конкретной твоей системе этого нет или того который хочет ответ окей где мы были возвращаясь сюда опять же нужно создать сначала какие-нибудь там то есть предположим что мы создаем тот же list а у меня равняется что нибудь 1 2 наверное вот и так все-таки не надо теперь мне нужно создать две переменные которые являются одновременно иксом и игреком почему бы и нет предположим что дата x у меня равняется дата лайнер равняется рей . рей мы предположим integers от а так но повторим даже процедуру почему я сразу не создаю а рей но по или чем-то еще по той причине что обычно данные приходят откуда-то с текстового файла с рут файла еще чего-то и очень часто приходится менять его тип конвертировать его так или иначе в арей вот если этот вариант опять не пройдет как раз покажу альтернативный способ создания этого графика что возможно не самый удачный вариант но он применяется даже чаще чем основной конструктор он это сработало почему хорошо попробуем создать тогда наш график да то есть у нас плот будет будет равняться рут . граф теперь нужно число точек число точек можно задать запросто как длина моего массива ну а то есть не обязательно эту цифру знать вручную а потом дать макс дата вот иногда возникает в этом моменте ошибка и это означает что root и numpy сильно несовместимы данной системе они скорее всего компилированы в разных версиях visual studio или разных версиях и сиси и вот тогда вот array спасает ситуацию но тут есть сейчас интересные хитрости если сделают ядром как я это делал раньше я получу пустой график это потому что график нужно задавать уже сразу с опциями которые он должен нарисовать то есть показывать оси и например использовать звездочку как обозначение моих данных даже так а ну да а звездочка прекрасно получилась следующая вещь то есть у нас как раз мне очень интересно что объекты создан но судя по всему он не взял созданный нами ареи экзата вайдата от слова совсем вот и не использовал их как данные то есть просто ничего не создал хотя я ошибку нам не буду вот поэтому есть другой вариант то есть когда данные не имеются сразу же но известно какие не по порядку то можно использовать команду сэдпойнт то есть установить каждую отдельную точку в данном графике я могу так тогда сказать архиву шпатку то есть команда которая дает от нуля до какого-то числа длина был из data я сделаю что p set a point теперь номер поинта то есть вот так вот set point i и теперь нужно дать ему значение x и y то есть у меня x data порядкового номера i и y data порядкового номера так и момент теперь попробуем нарисовать это дело вот теперь наши точки имеются то есть вот это вот предыдущий конструктор который вот использует сразу данные он почему-то каприз и не всегда срабатывает под всеми операционными системами почему я не знаю то есть на моем windows это работает прекрасно на моем linux как было и выяснилось это не работает совершенно то есть что теперь можно сделать дальше 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 больше в принципе после того как получим графическое окно с этим графическим окном можно работать то есть вот у нас есть опции у нас есть editor на который позволяет менять внешний вид то есть например не нравятся эти точки можно их поменять не нравится такой вид можно добавить линию чтобы выглядел иначе цвет поменять чего угодно поменять надписи осей опять же можно часто делать вот такими вот вещами использовать то есть некий такой псевдоматых похожий язык fraction 2 3 этих но можно такие вот создавать даже интересные подписи для оси по сути все то есть особо поменять что-то отсюда не удастся какие-то вещи типа вот графика хоть есть insert дип текста но почему-то работает плохо поэтому если играю название не нужно проще вот это просто убрать статистику тут все равно не существует вот но fit параметры конечно лучше указывать то есть предположим я хочу это чем-то фит на такие панель и отсюда могу выбрать функцию то здесь у меня много графиков открытыми существует здесь надо выбрать нужный график заранее определенные функции вот у меня есть гаусс есть нормализованный гаусс экспонента landau нормализованный landau опять же root насколько я знаю единственный пакет где есть функция landau для фита починстве остальных ее нужно определять самостоятельно здесь это чуть ли не основная по понятным причинам и есть полиномы от 0 до 9 и есть еще какие-то дополнительные функции опять же есть вариант user функцию можно вписать можно определить в коде опять же я думаю мы это сделаем или вот сегодня или на следующее на следующем семинаре вот ну это явно у нас не гаусс те данные что я состав этого цвета но и не поленом на левом порядке все-таки поленом первого порядка на можно нажать fit и получить собственно говоря фит вот то есть полная статистика здесь выдается поскольку данные мне идеальные то хи квадрат по сути ноль да если что-то 10 минус 31 это есть 8 ошибка варианты которые еще возможны в данном случае то есть фит панель предоставляет довольно много вариантов можно установить начальные параметры можно давать варианты опции это это все будет работать мы это пройдем когда посмотрим фит более сложной функции потому что фит прямой вещь в принципе простая но если бы у нас был да и просто гаусс или вандау они в принципе нормально хитаются если вы определили свою функцию эти свою функцию можно определять не только как бы формулой но используя готовые функции можно например сказать гаусс плюс поленом один тогда у нас будет гаусс война прямой то есть конволюции гаусс войс прямой что очень полезно на что очень полезно в том что если у нас есть фон какой-то фоновой шум или что-то и модель этого фона идет как прямая или как квадратичный или как что-то то есть то же самое понятно что экспоненты можно так использовать еще что-то это обязательно я покажу это скорее всего следующий на этот на этом семинаре мы не успеем это бы довольно долго то же самое можно делать с командами то есть здесь мы видим фитер и он выдал нам собственно значение фита что можно еще сделать да у нас вот здесь я могу сделать вид и здесь у меня открываются варианты то есть сначала я даю имя ну то есть попробуем поленом второго порядка в данном случае и теперь я могу ему дать какие-то опции q например будет quiet то есть опять же пойти мануал рута и вот там эти опции собственно описаны с это если мне нужно это сохранить то есть просто fit сработает но если я хочу его а сами какую-то переменную до равняется вот этому тогда обязательно должен указать с он подготовит контейнер передаст его переменной и потом это даже можно сохранить вот таким образом и в опции это верболус то есть он начнет выдавать больше информации на экран чем то что мы увидели до этого да не только результат а собственно корреляционную матрицу матрицу ошибок вот она кавариантная и корреляционная график под windows он обновляется кстати автоматически но здесь он этого сделать не захотел поэтому скорее всего требуется его еще раз нарисовать вот теперь он обновился есть также опция апдейт но она не всегда работает на чисто графики для этого нужно создать сначала канвас тогда в канвасе есть опция апдейт и все графики на нем отображенные будут обновляться это тоже мы рассмотрим следующий раз когда мы хотим например не один график несколько графиков на одном экране то есть что же можно делать в роте вот то есть что мы тут получили для любителей статистики у нас вот кавариационная матрица есть кавариационная матрица то есть ошибки параметров корень квадратный диагонали но что он сам делает автоматически выдает на экран еще одна из вещей что иногда мы увидим например один плюс минус что-то хотим изменить это дело и вот у нас есть формат сет статистикс формат 64 это показатель сколько цифр отображается до запятой после запятой если правильно помню то здесь я поменяю какой-то из этих параметров поменяется то как от этого нужно досмотреть статистику сет общем статистикс говорит о том какие показываете какие не показывать то же самое можно сделать через эдитер то есть вот что у нас может быть показано да то есть у нас имя оверфлом андорфлос юность куртозис количество данных но это больше для инстаграм и средние рмс значение интеграла ошибки значение вероятность мы можем посмотреть вероятность но опять же это то же самое это вероятность берется из х квадрата ошибки и собственно значение х квадрата вот но он не говорит мне сколько он показывает дайте от значения возможно я просто сейчас не помню что нужно сюда вставлять так вот сходу но это то что меняет то как отображаются данные на графике вот перемещать это можно куда удобно сохранить теперь вопрос сохранение данных сохранять его можно в нескольких вариантах опять же как записать файл мы рассмотрим чуть позже для этого файл надо создать но самый простой вариант можно сделать просто сейф можно сделать из команд строки и вот отсюда имеются уже готовые варианты c1 это имя канвасу по умолчанию когда создается команда draw она видит что у вас нет канваса он создает канвас и он называется c1 имя можно конечно поменять save as сохранить его под другим именем но есть варианты по скрипту инкапсулетбит по скрипт пдф тех вариант гифт теперь сразу же замечание если вы хотите вставлять картинку вы уже подготовили назвали оси то есть вот она уже полностью то как вы хотите ее использовать туда есть смысл сохранить это как картинка но но если вы сохраните ее как jpeg произойдет странная вещь сохранение пойдет в ту же папку которая была активной может куда он сохранил я вроде бы из этой папки запускал найти это можно таким образом может даже не таки О, окей, похоже, захоронил его в макроумпуге. Да. Получается интересная вещь. Видите, как сильно размазалась картинка? Она выглядит довольно-таки уродски. И это проблема артефакта формата JPEG. То есть, конечно, можно его попытаться сохранить в high-quality, получится еще и файл, но выглядеть он все равно будет не очень, особенно если его вставите в Word, то масштабироваться он тоже будет отвратительно. Вот. Поэтому, на удивление, очень хороший формат, который также очень хорошо считается в Word, это PNG. Если мы сохраним его как PNG, размером он меньше. Как правило, формат PNG гораздо больше, чем формат JPEG, но это если вы сохраняете фотографию. Потому что в PNG одноцветное записывается просто как число пикселей, цвет. Следовательно, для графиков это, в принципе, идеально. То есть, это формат, который, по сути, не имеет особого сжатия. А проблема JPEG в том, что это, по сути, двухмерный FFT. А Free Transform, как мы знаем, для ступеньки это размазанное такое, типа Гаусса. То есть, четкие линии и четкие оси и цифры и все что-то существует, они размазываются. То есть, это особенность формата, ничего с этим особо не поделаешь. В то время как PNG, по сути, будучи Bitmap форматом, только сжатым, у нас отлично сохраняет данный формат. Также это помогает сохранять Word файл маленького размера. Если вы будете использовать Insert картинку и просто укажете этот файл, то новые форматы Word просто добавляют этот файл в Word файл. Для тех, кто никогда не пробовал, попробуйте как-нибудь переименовать .xfile в .zip. И открыть его просто в любом архиваторе. И вы увидите внутри, что все картинки, что вы вставляли, просто добавлены в этот zip архив. Также там имеется XML файл, который является Word документом. И поэтому вот эта вот картинка, она всего 10 килобайт. Она будет очень хорошо масштабироваться и, в принципе, очень будет хорошо выглядеть. Если по какой-то причине картинку нужно иметь большой, тут все очень просто. Достаточно увеличить картинку в руке. И если я сделаю его сохранение, то он ее сохранит точно в этом же формате. Так, надеюсь, ему... Так... Так... Вот, картинка стала больше, но больше всего лишь 23 килобайта. Опять же, причина в том, что большинство пикселей здесь одного и того же цвета. В данном случае все белое. И только те пиксели, которые отличаются от фона, по сути, прописаны в этом файле. Их не так много. И, наверное, размер файла очень маленький. То есть, вот это теперь большая картинка, которую можно вставлять и масштабировать внутри Word, обрезать, укорачивать и делать с ней уже что хотите. Но... Но... Понятное дело, что это картинки. И мы не можем с ними сделать что-либо. Если мы хотим с этим потом что-то сделать, то есть два варианта сохранения. Один из них это C. Другой из них это, собственно, формат root, который является root-файлом. C-формат это текст. Это текст, который, по сути, сохранит команды, которые использовали для создания этого графика. Ну, не совсем так. Не те команды, которые вы использовали, чтобы его создать. А, по сути, он создаст набор команд, которые при запуске воспроизведут тот же график. То есть, не то, что вы реально оригинально использовали, а просто набор тех команд, которые даст конкретно этот график. А root немного другое. Он сохранит непосредственно объект, все изменения, все фиты, связанные с ним в binary файл. Давайте тогда это сохраним как root. Убедимся, что он реально сохранился. И попробуем его оттуда открыть. То есть, вернемся в наш терминал, выйдем из этого дела. Вот. Мы находимся в нужной папке. Вот он c1.root. Можно сделать root. пробел c1.root. Вот. Он откроет файл. Под Windows он сразу же запустит браузер и покажет содержимое файла. Под Linux этого делать он не будет. Вот. Поэтому надо набрать это вручную. Берем. Значит, т-браузер. Опять же, нужен конструктор. Конструктор данного дела очень простой. Любую букву. Это будет некий объект, в котором оперирует браузер. Вот. Откроется такое окно. Здесь можно находить, собственно, файлы. Но тот файл, который мы уже открыли, он будет здесь, в root files. Вот наш объект, который был сохранен. Вот. Он открывается точно так же, как он был сохранен. Мы можем, опять же, что-то рефитнуть, что-то изменить. Вот у нас editor. Можно что-то к нему добавить. То есть, можно что-то иметь, там, расцветку чего-нибудь. Кому что угодно. Вот. Налог оси. То есть, что-то так потыкать. Но. Но. Очень важно запомнить, что в root формате, да и в c формате, изменения сохранены не будут. То есть, root не сохраняет изменения. Это не редактор. Если вам надо изменить, сохранить то, что вы изменили, сделайте сохранение еще раз. И желательно по-другому. Отсюда же можно за рута и выйти. Так. Думаю, все. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. А задание домашнее будет очень простым. Предположим, у нас есть файл данных, в котором имеется очень такой дурацкий формат данных. То есть, тесты мы реально сегодня не использовали. Предположим, у нас есть какие-то цифры, которые идут и в строчку, и в столбик. Ну, то есть, данные написаны какой-то вот такой вот строкой, которые… Вот. Ну, это просто цифры. То есть, кто-то их написал и не соблюдал ни ширину, ни формат, а просто имеются какие-то цифры. Какого-то такого типа. Я его назову data3.txt, поскольку у нас третий семинар по счету. И вопрос в том, что нужно создать… Вот, предположим, что-то вот такое… Создать из этого гистограмму. То есть, пройтись по этому файлу, открыть его в соответствии и получить из этого гистограмму, не забыв никакие цифры. То есть, понять с каждой строчки, с каждого столбика… Ну, не столбика, то есть, с каждой строчки все данные в фитнесе гистограмму. Как усложненный вариант, можете попробовать сделать автоопределение диапазона гистограммы. То есть, сначала пройтись по файлу, попробовать понять, какая цифра максимальная, какая минимальная. И пусть программа спросит, например, сколько требуется бинов. Но это уже дополнительное пожелание. Вот. Все, я останавливаю запись тогда и вопросы, если какие имеются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова